Ну, наследство было следующее. Во-первых, мы пришли на этот проект 15 января 2010 года. До этого мы проводили в декабре месяце экспертизу этого завода. У нас приезжала достаточно большая делегация специалистов. Это были представители Велес Капитала, это были ребята, которые в нефтянке, именно в нефтяном машиностроителе, не представляют какое-то видение развития предприятия. Мы здесь работали практически неделю. Ситуация на тот момент выглядела следующим образом. Число работающих было порядка 300 человек. Все люди находились в административных отпусках. Режим работы был такой, что работали в основном охранники. И периодически приходили люди, которые в цехах смотрели, все ли оборудование на месте или не на месте. Если говорить по цехам, то литейный цех не работал, механический цех не работал, автоматный цех не работал. Самое печальное было, что с учетом того, что нефтяное машиностроение рассчитано в первую очередь на выпуск литейной продукции, вот, к сожалению, ни одна печь не работала. Она была разграблена, вся электроника была растащена, специалистов не было. А из 300 человек, которые здесь числились, порядка около 100 человек были декретницами. Предприятие это своего рода было уникальное, и пик работы этого предприятия приходился на 2000 год, когда выпущена была продукция почти на 1,2 млрд рублей. Тогда численность была чуть больше 1000 человек, все было работало, выпускалось. И специфику предприятия мы решили на тот момент не менять. То есть, она как занималась капитальным ремонтом, мы посмотрели, что где-то 300-400 млн сюда рублей надо было вложить, и, в принципе, можно было предприятие восстановить, что мы, в принципе, и сделали. Задача 2010 года заключалась в том, чтобы именно реанимировать предприятие. И первые 4-5 месяцев мы занимались только тем, что искали, конечно, в первую очередь кадры, проходились по тем работникам, которые раньше здесь работали, естественно, делали достаточно такой отсев, потому что принимали только специалистов, которые ценность представляют. Если по динамике смотреть, то за первые 4 месяца мы приняли порядка 250 человек. И, соответственно, где-то летом прошлого года предприятие немножко задышало, мы приняли участие в нескольких категориях, на тот момент несколько печей мы запустили. И вот планомерно, планомерно, до сегодняшнего дня мы предприятие модернизируем. Летейный цех у нас заработал, автоматный заработал, численность у нас составила уже около 1000 человек. Зарплата на сегодня составляет порядка 20 тысяч рублей, она одна из самых высоких в городе Бугульме. Все это, конечно, проходило под патронажем правительства Республики Татарстан. Конкретно за этот проект отвечал венчурный фонд, во главе с господином Адальдиновым. Конечно, они оказали нам огромную помощь в становлении предприятия. Наши проекты, которые мы показывали акционерам нашим, а именно Велес Капиталу, связанные с финансированием, безусловно, все поддерживаются и на сегодня поддерживаются. Я думаю, что именно в этом году наше предприятие уже к концу года будет самодостаточным в плане конкурентоспособности продукции. Пока мы доводим тут определенные штрихи, это связано в первую очередь с поставкой оборудования, с отработкой технологии, с сертификацией, со всем прочим. Во-первых, мы не ставим перед собой целью реанимировать завод как производителя нефтепогружного оборудования и чисто сидеть на перепродажах. В конечном итоге наша цель – это выстроить некую нефтесервисную компанию. Ведь основные деньги зарабатываются не на продаже оборудования, а именно на казание сервисных услуг. Но для того, чтобы стать сервисной компанией, естественно, нужна некая производственная площадка, которая бы выпускала ту продукцию, которую сегодня Бугульминский насосный завод выпускает. Это электродвигатель, это гидрозащита, это газсепаратор, это насосы. И более того, что в прошлом году, понимая, что комплектная установка включает в себя не только подземную часть, которую завод выпускает, но еще и наземная часть – это станция управления и плюс кабель. Мы провели переговоры, и Виллис Капитал приобрел компанию, которая называется Орион, она специализируется на выпуске станции управления. То есть задачу по выпуску полнокомплектной установки мы перед собой ставим. Первый этап – это завод реанимировали, мы подняли. Второй этап – это приобретение актива, связанное с выпуском станции управления. И в этом году мы запускаем проект по строительству на территории Бугульминского завода, еще кабельного завода. Проект этот пойдет где-то в сентябре, в октябре, и где-то, наверное, к середине следующего года мы такой проект запустим. То есть в данном случае мы становимся нормальным игроком, который может предложить заказчику, в данном случае нефтянику, полнокомплектную установку, и мы сами сможем ее уже обслуживать. Нерабочий завод – это, естественно, проблемы. Проблемы как профсоюзной организации, так и членов профсоюза. В принципе, городская проблема. Соответственно, на момент, когда мы проводили переговоры, мы и с профсоюзами тесно поддерживали связь. И я вижу, что и РИСКОМ профсоюза нам активно в этой работе помогал именно в подготовке проекта по передаче из венчурного фонда «Велескапитал» вот этого завода. Соответственно, мы понимали, что сразу высокую зарплату, конечно, мы не дадим. И мы проводим, и сейчас проводим регулярные совещания, связанные с трудовым коллективом. Выходим к людям и объясняем, что вот такая ситуация на заводе. И тогда мы тоже к людям вышли и сказали, мы готовы реанимировать завод, но надо потерпеть вот этот прошлый год. И люди терпели, они абсолютно к этому адекватно относились. Зарплаты были очень низкие. Нам приходилось до минималки даже доплачивать. Почему? Потому что не выпускали мы продукцию. Мы фактически часть людей обучали. Обучали, как надо правильно работать. Эта работа в этом году продолжается. В этом году при подписании коллективного договора с профсоюзом мы также в апреле месяце сели, посидели, пообсуждали, нашли консенсус. Мы взяли на себя обязательства, безусловно, по повышению зарплаты. Более того, внимательно рассмотрели предложение, которое дал наш профсоюзный комитет вместе с СССР. И вышли с инициативой дополнительной мотивации работы трудящихся. Это, например, мы взяли повышенное обязательство по указанию помощи многодетным семьям. Мы оказываем помощь работникам, имеющих детей инвалидов. Безусловно, не забываем ветеранов. И ежемесячно мы производим либо доплату в виде денежных сумм, либо выдаем соответствующими наборами, либо продуктами. Хорошо работает тот человек, которому обеспечены определенные социальные угоды. Если у человека есть проблемы, и он в большей степени занят решением своих социальных вопросов, то отдача на работе практически очень низкая. А если часть вопросов мы берем на себя, то соответственно и отдача на работе будет соответствующая. Поэтому мы и пошли по этому пути. Более того, что социальный пакет мы планируем под подписанием договора в следующем году, он более существенный будет. Профсоюзный комитет, который был еще и при старых акционерах, при старых собственниках, отличался тем, что он был, как сказать, более мобильный в решении определенных вопросов. И вообще Бугульма сама по отношению к Альметьевскому, к Москве, к другим регионам, она несколько, на мой взгляд, она более-более, как скажем, более-более быстрее идет на контакт, что ли. Вот это менталитет Бугульма, это мое такое мнение. Соответственно, профсоюзный комитет, который здесь, по отношению с другими профсоюзными комитетами, с которыми я там, ну, там, либо знакомились, либо как-то общались, он более-более мобильен в принятии решений. У нас нет тупиковых вопросов. Эти все вопросы решаются в этом кабинете. Мы здесь обсуждаем, строим стратегию, где-то мы идем на ступки, где-то у нас есть спорные моменты, но мы всегда находим консенсус. Конечно, заслуга, это, безусловно, в первую очередь, руководитель, господин Сазонова. Я считаю, что этот человек действительно находится на своем месте, руководит и правильно руководит профсоюзным комитетом. Не случайно, что у нас практически 95% всех работников завода, они члены профсоюза. Есть несколько человек, которые не идут, да, ну, у каждого свои, там, как говорится, тараканы в голове, да, но практически мы на 95% все члены профсоюза. Ну, я не иду из политических соображений, потому что должна быть в противовесе в профсоюзной организации некая административная структура, которая вот должна, так сказать, общаться. Но все заместители, все там.